hello people короче я готова за бабки это съесть это у тебя это странно у меня просто так вот у меня грело лицо у меня волосы наверно дыбом стояли но это уже слишком я если честно в итоге удивилась что она там плаценту не достала свою болтование жинки принижение и пич то хоне и до сексу бежды и божане вы зараз мною манипулюют это он не права как и в жизни своей никто так и тут ты никто люба боже мой куда смотрят родители я была беременна и все время снимала что я беременна когда были роды я рожала в прямом эфире инстаграм смысле я включила эфир и рожала как как такое можно снимать идет процесс а тут ты вот так вот смотрите а я рожаю а у нас было три камера она у мужа в руках 1 стрелы сбоку 1 сзади это муж снимает на камеру момент родов мужчина должен держать за руку говорит слова поддержки они снимать это все это было настолько откровенно я не была готова на это смотреть у меня просто так вот у меня грела лицо у меня волосы наверно дыбом стояли все хорошо я перенесла двое родов но такого страха я не видел никогда дичьи меня сейчас такое чувство что рожала тут у всех вас только я съешь сырое яйцо со скорлупой в смысле ну ладно зима ночи вареная было ну сырое блин так девочки вот видите яйцо хеллоу пипл пипл рашин короче я готова за бабки это съесть ну что-то ты мало задонатил фух я отбила у меня аппетит минимум на три дня это у тебя я думала меня ничем не удивить когда начала его есть я честно я охренела просто на его даже не помыла достала там столько вот этих бакты и сальмонелл и так далее ужас сколько тебе за это заплатить дешевле вылены переведи 200 тысячи гривен да такой день или месяц или неделю вы переспали после родов мы рожали вместе я родила в 12 дня и где-то в 3 часа дня мы уже поли друг другу в больнице в больнице в больнице просто тупо згвалтувание люди не згвалтувание жильки принижение и пич тухонь и еда сексу бежды и бажане и народе ла бен бачил в цей весь процесс и он все равно меня до до сих пор любит все мое тело и для него даже роды никакого шока там там не растяжки и подшивы и выделение есть да все кости у тебя вот так вот да какие там секс можно вообще там первый день блин лишь бы только не сдохнуть познакомились ваты в тот момент мне хотела снимать порнуху или дальше уже посмотреть по ситуации о боже порно я вообще не поняла что они сейчас и порно будут включать ну с меня хватит я уже насмотрелась на эти ужасы я себе подыскивал девушку вот такую молоденькую которая симпатична я смотрел в инстаграм и увидел случайно девушку которая натянула себе трусы вот так и написал ей давай что-то поснимаем мы с ней встретились сколько было лет владе 19 ему нравятся 19-летние девушки даже маньякально я был режиссером она актрисой в сериале на ютюбе эротическая сцена баланс режиссер соблазнил молоденькую девочку история ясно как день конкретно этот эпизод можно посмотреть да когда вы монтировали ты что там видно мы живут она еще в тот момент было скромно все понятно вот кто развратил маленькую девочку боже мы куда смотрят родители вот здесь я не сказал что тебе нужно вручить оскар вручил снято просто ужасно я могу на телефон и на сейчас это лучше снять для чего вообще вы это снимаете я смотрю просмотров на таких видео особо нету вы не сможете сразу получить большое количество просмотров если это не интересно публике то конечно просмотров не будет бывает очень интересный контент но пока он раскачается вот они актуальна не современно даже если вкладывать рекламу результат будет очень не плачевный я хочу попробовать снимать фильм короткометражные и дальше будем экспериментировать разными форматами знаете что не найжахливейший я почув в истории про вас да да вы разумеете что цены досить типовая реакция на фразу что найжахливейший у вас посмешка но мне интересно меня это веселит на меня то вы же не разумеете про что та порада яку выдавали маме что 4-летнюю дитину треба кудись вышвырнуть в коридор ну это жахливо жахливо это потому что та людина яка вашей поради дослухалася вона не розумеет чому це спрацювало таки речи звісно працюють вы можете купить электрошокер это найкращий способ заспокоить дитину примусти її їсти кашу та робити уроки через деякий час достатньо будет только его вымкнути не треба навіть будет штрикать а лишь цена та порада якою треба користуватися бо в цей час коли дитина розумея что она не потрібна власне матері вона відчуває себе покинутою це може вплинути на и ставлення до себе и на стосунки з іншими ца порада ну вона дійсно жахлива бо вонат травмуя психику дитину вы маніпулюйте почуттями до власною маме да это заборонений прием ну расскажите меня как-то убедите меня в том что это плохо буду важна хочет это почути нет я хочу нет вы зараз мною маніпулюють ну я так это непроизвольно происходит я же смелая женщина что пошла показать свои слабости не уважиться смеливисти компенсатурный механизм вся ця бровада про маніпулювання свечить про психопатии а а что вы порекомендуєте вам нічого почему что безнадежный вариант навіть гірше а не ж вы думаете вы же специалист вашему випадку я бы с силой дякую щу завитаву я люблю очень классическую литературу поэтому предлагаю вам пройти небольшой тест назвать по два произведения есенина из них я самая образованная и мне просто хотелось проверить их уровень знаний я тебе могу назвать сейчас стихи блока и процитировать их потому что он мне нравится я в этом компетентна если мне есенин не нравится зачем мне знать что писал есенин я считаю что девушка должна быть образована и хотя бы может не наизусть но хотя бы название стихотворений самых известных поэтов я считаю не должна знать для его не камня давай мы тебе есенина ты нам блока я блока не помню но вот 11 и обязательно знать есенина чтобы быть образованным человеком с которым будет интересно пообщаться я знаю единственный стих белая береза за моим окном потому что что в школе учили в школе школьная программа собрались вчетвером померятся писюнами кто какой стихи из школьной программы запомнил но у меня другое представление о классной party домашняя если честно у меня встречный вопрос тоже пройти тест если ты знаешь искусство ты читала булгакова конечно а какое твое любимое произведение мастер маргарита есть четыре его три раза перечитывала в чем была на балу маргарита она была нагая а что на ней было одета напиши нагая хотя по ходу не поняла о чем я говорю потому что мне показалось слово нагая и незнакомо но видимо может подумала что я говорю про ногу предмет на ней который был два предмета как минимум на ней был еще колючий веночек и такая цепь с черным пуделем она очень резала шею об этом было подробно описано женя хотела показать свое превосходство в знании литературе но у нее не получилось привет заждалась вас кстати как вам рейндж ровер на котором я подъехала у неё range ровер есть я даже по сторонам посмотрела курин джуфер а где он как это вы не видите мой воображаемый рейндж ровер ну мы не психологи и не демонтру монологи это было не смешно а грустно что человек не имеющий бренд ровера да говорит о том что он здесь стоит вы что не видите но это странно на самом деле я пришла сюда не меряться от дачками квартирами кошельками я пришла сюда показать как можно с помощью силы мысли изменить кардинально свою жизнь как имеет двоих детей все умудряться успевать и при этом еще помимо материнства реализовать себя в социуме отлично как она будет мериться тачками если у нее их нет хорошо давай будем смотреть как ты воспитываешь детей на такой маленький бокс на память никитки наши волосики сохранили на память первые носочки они еще в крови мы оставили все как было и шапочка тоже она еще даже пахнет только рожденным никиткой ну это кровь блин это же ну кровь не факт что это даже ребенка кровь это может быть твоя кровь из влагалища памперс памперс тоже на память тут его днк ну в общем это классно даже не гигиенично мы же не будем это использовать больше с одной стороны ты тщательно вымываешь руки а с другой стороны грязное пелье малыша у яны есть еще какая-то гормональная шиза обнюхивать то есть она там как улечки понюхала он как пахнет девочки кусок засохший почерневший пуповины но это уже слишком я если честно в итоге удивилась что она там плаценту не достала свою потому что все к тому что для меня это очень значимо и рождение никитки тоже для меня значимо и важно это прекрасное событие в моей жизни няня очень замечательную не человек очень только светленький по вас вижу что вы очень искренне любите но соня я действительно я ешь я ешь талань не меньше чем же я его смотрю мама для меня счастливы я считаю что вы родная мама конечно просто не такая сентиментальная я действительно не отношусь как как мою это прекрасный ребенок симпатюлечка красотулечка но слезы откуда с моим бывшим мужем достаточно долго пытались завести ребенка у меня должна была быть доченька чуть-чуть старше сонечки но так сложилось что поэтому весь свой материнский инстинкт я стараюсь вот я действительно и очень люблю я очень благодарна жене что она мне дает это маленькое счастье с ней сидеть женщина которая потеряла своего ребенка ей очень тяжело будет однажды отклеиться от чужого к которому она вот так вот прикипела но это будет травма может даже у софики у вас такая ситуация получилась как в царских семьях есть кормилица которая вот прям выкормила этого чуть ли не ребенка и и я не мало и все есть мать царица там какая-то которая присутствует при воспитании женя неплохо устроилась нашла человека раненого и разделилась этой девочкой свои материнские обязанности в полной мере человек реально на гормонах влюбился в этого ребенка и считает его своим ты считаешь за нормально если тебе захочется заняться сексом с кем-то другим ты пойдешь и без проблем будешь заниматься сексом если мне сильно захочется да а если сильно захочется владе если владе сильно захочется то она пойдет к маме почему тебе можно и нельзя разный серьезно да почему ты выгонишь владу к маме почему ты не встанешь не уйдешь своим родителям не оставишь как настоящий мужчина квартиру своему сыну жене мне вот это нравится как женщины заводят тему почему ты как настоящий мужчина не отдашь все и не пойдешь как рыцарь куда-то страны стаса нет вообще ни капли уважения хотелось просто сказать да закрой ты рот уже и перестань в нашем присутствии вообще говорить для этого вам и нужен брак чтобы возле тебя сидел один олень который только твой в случае расставания тебе даже что-то и перепадет с этого я думаю стас изменяет владе и не дорожит вообще своей семьей больше агрессии наезжайте нам еще вы блин как эти возможно ты предлагал владе привести еще одну девушку вашу пасть предлагал да и как влада очень ревнивая на них привела а если влада предложит еще одного парня помоложе чем ты ну посмотрим может мне тоже это захочется несмотря на то что дверь была закрыта я услышала как они начали задавать вопросы про измены да они начали задавать вопросы про секс втроем у меня взорвало сразу и думаю никакая не будет лезть в эти мои личные вопросы соберетесь соберетесь все нормально все прошло уйди отсюда уйди ну все хорошо это стас не трогай меня идем ведь я сейчас поговорю с тобой просто сна со мной развалить хани соберутся и ухани соберутся и успокойся ты все иди видно что для нее это больная тема видимо была уже какая-то такая ситуация не зря она так отреагировала ты шо вообще что ты делаешь успокойся ты мы уже вообще на другую тему общаемся ты вот сейчас появилась себя как маленький ребенок вот реально как маленький ребенок это было очень глупо в принципе прикольная картинка получилось то успокойся ты блин я ничего там такого не говорили несет на брусах я все слышу ну ты хочешь кайфануть это главное давайте девчонки не мешать я уже если честно даже боюсь здесь быть говорить вообще не хочу слушать аня позволила себе пойдя к моему сыну посмотреть танец опустить его ниже плинтуса вместе с партнершей сказать у вас какой-то слабенький уровень богдан очень расстраивается а про моего сына и выхование вообще рот закрой потому что антимама ты ребенок который ходит на моделинг которая деревянная без фигурно подумай что ты говоришь закрой еще раз ты что-то скажешь за моего ребенка перевернешься тебя больше не соберут давай поэтому закрыла свой вонючий рот грязный давай сидишь дальше комментируешь оценки поняла ты мне не будешь ты мне здесь не будешь указывать закрыла свой рот закрой по поводу воспитания ты вообще не ноль я тебя слышать не хочу рот закрой понятно рот закрой я не буду закрывать рот и буду говорить хоть песни будешь сейчас петь ты тут никто как и в жизни своей никто так и тут ты никто люба может надо разборонять аня аня все шо вообще удар обижать детей нельзя волос очень сильно потому что поверх они как-то катились на меня прям я первый раз раз было роняло женскую драку все давай аня аня а вот еще аня лицемерная ну конечно все сделала про хватит хватит успокойся ну конечно на вам нули на фигачила нам все сделала правильно можно на меня не раз писали заявление за драки и я четко знаю как такие моменты действовать и именно тот момент что она ударила моя меня первой вы итоги будет ключевым моментом успокойся гнойная мерзко старая неудачница которая ходит мноет везде чтобы ее пожалели потому что я сама сетку сделала и плачь своему ребенку о том как нам тяжело жить а я ему не знаю что подняться и пойти что сделать поняла неудача ребенка есть все что хочется маня на ну и як вы до цього ставит еще тильки что тут было ся жарно есть тема которую нельзя затрагивать оскорблять детей нельзя я считаю что люба провоцировала осознанно потому что мы знаем что аня взрывная но аня тоже перегнула пал потому что они одна одной варте да может даже как хотели этого воду а а а а а а а а и а а а а и а и а